Целый ряд важных кадровых вопросов был на повестке дня очередного заседания Тверской городской думы. Оно прошло во вторник, 5 октября. Депутатский корпус покинули четверо народных избранников, которые перешли на работу в законодательное собрание. Из-за этого стали вакантами должности председатели постоянных комитетов городского парламента. Подробности у Никиты Васильева. Повестка дня очередного 86-го заседания Тверской городской думы включала в себя 6 вопросов, два из которых касались важных кадровых перестановок в муниципальном парламенте. По результатам выборов, прошедших в сентябре этого года, четверо депутатов покинули стены городской думы и будут представлять интересы жителей региона в законодательном собрании области. Это Сергей Аксенов, Леонид Булатов, Дмитрий Гуменюк и Максим Сульман. Одновременно с этим оказались вакантные посты председателей целого ряда комитетов. Решением депутатов вопросами развития городской инфраструктуры будет заведовать Артур Сычев. Вопросы местного самоуправления и регламента отныне курирует Илья Холодов. Комитет по экономической политике и предпринимательству возглавил Юрий Ануфриев. Комитет по бюджету и налогам Алексей Арсеньев. Самым главным и основным это будет, конечно, принятие бюджета на новый бюджетный год. Нужно будет детально разобраться во всех тонкостях и нюансах не только формирования доходной и расходной части, но и, возможно, постараться во взаимодействии с депутатами законодательного собрания, постараться некоторым образом улучшить нашу финансовую поддержку со стороны региона. Когда кадровые вопросы были решены, народные избранники перешли к обсуждению других вопросов, стоящих на повестке дня. Один из них касался передачи из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области нежилого здания на улице Пушкинской в самом центре областной столицы, где располагается галерея пейзажа имени Ефрема Ивановича Зверькова. Планируется, что после смены владельца оно не изменит свое текущее назначение и будет использовано в рамках реализации полномочий региона по созданию и поддержке государственных музеев. Было принято такое решение, чтобы она вошла в систему музеев Тверского региона и получала какое-то финансирование на содержание зданий самой галереи. Также решением городских парламентариев на здании средней школы номер два, носящей имя крупнейшего советского ученого, военного инженера, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, будет установлена мемориальная доска. На ней будет увековечна память педагогов-фронтовиков, работавших в этом учебном заведении.